Доброго времени суток YouTube, доброго времени уважаемые видеослушатели моего канала. Видео будет посвящено опять медицине, одной из самых важных тем для многих из моих видеослушателей. Канал посвящен психологии, психологии, психическому здоровью. Пришел ко мне молодой человек на консультацию. Ну как молодой? Относительно молодой, ему ровно 30 лет, идет 31 год, ему по факту 30. Мы с ним разговариваем, идет консультация, он мне рассказывает свою историю. История очень проста. Он почувствовал, что что-то не то происходит с его глазами, зрение стало падать, снижаться. Ну и соответственно первая мысль, конечно, там родственники переживают, серьезно он там плохо видит, стал плохо видеть очень. Значит, он пошел к врачу-офтальмологу. Пришел к врачу-офтальмологу. Естественно, врач что-то у него там нашел в глазном дне, еще что-то, предложил сделать операцию. Ну, куда деваться, глаза очень важный орган. Он согласился, сделал операцию. Операция прошла успешно, все хорошо. Значит, зрение на левом глазу у него восстановилось. Практически такая же стала. Ну, все хорошо стало у него. Прошло какое-то время, буквально месяц, полгода, там, сколько-то год. Он чувствует, что ситуация продолжает ухудшаться. То есть, зрение, восстановленное зрение снова стало ухудшаться, причем быстро достаточно. Ну, что, прошло в общей сложности, с его слов, два года. То есть, два года зрение продолжало ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. Таким же образом, как до операции. И, соответственно, кто-то ему подсказал. Да ты, говорит, съезди, сделай МРТ. Посмотри, что у тебя там в головном мозге-то. Что вроде глаза-то это просто нервы. Те же самые нервы другого, только формата, другого вида. Поехал, сделал МРТ. Опухоль в задней левой теменной области. Задет центр зрения, серьезно. Опухоль порядка трех сантиметров в диаметре. И там дальше уже другая история. То есть, операции, химиотерапия, лучевая терапия. Все по стандарту. У нас сейчас стандарты, стандарты, стандарты. Ну, хорошо, парень живет, значит, раковая опухоль. Вот там второго, по-моему, уже вида. Ой, вида, прошу меня простить. Ну, не важно. В общем, там какой-то стадии из четырех. Что я хочу сказать. Вот врача-офтальмолога, врач-офтальмолог в Германии просто бы сел лет на десять в тюрьму за решетку. Врач-офтальмолог в России продолжает успешно работать, зарабатывать деньги, лечить людей, якобы лечить. Вообще он должен сесть. Он должен сесть, этот врач. И другого выхода из этой ситуации для врача быть не может. За эту ошибку он не имеет права быть врачом. Сначала надо было сделать МРТ и проверить его на рак. А уже потом предлагать делать операцию на глазах, которая ни к чему не привела, лишь затянула процесс распознавания рака в опухоли на два года. Надо было в тот момент, как он обратился, сначала отправить его сделать МРТ и понять, что у него все-таки проблема-то не с глазами, а с мозгом, головным мозгом, что у него там опухоль. А она продолжала расти эти два года, пока он делал операцию на глазах. Врачебная ошибка. За ошибки надо отвечать, как за все в этой жизни. Мир очень жесток. Врач должен был сесть. Несомненно, сто процентов. И сидеть десять лет, и больше никогда не работать врачом. Но не в России. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам.